Всем привет! Меня зовут Вика. Давайте посмотрим, какой же мужчина спешит в вашу жизнь. Сосредоточьтесь на раскладе, отбросите все ненужные мысли и смотрим. Для начала давайте посмотрим, в какой жизненной ситуации сейчас вы оказались. Итак, вы знаете, вы очень добрый, мирный человек. Вы совершенно не любите конфликтов. Даже если вы попадаете в конфликтную ситуацию, вы как-то, знаете, стараетесь даже сглаживать вот эти вот все острые углы. Настолько вы не любите. Скорее, знаете, вы такая вот как мать Тереза. Вы хотите всегда всем помочь. Вы, как ясно солнышко, да, вот к вам тянутся люди за помощью, за советом, еще за чем-то. Вы часто помогаете. Кому-то деньгами, возможно, кому-то еще какую-то помощь оказываете. Ну, то есть люди, знаете, вот к вам тянутся. Вот такая у вас добрая, светлая энергетика. Вы, в общем-то, обеспеченная женщина. Деньги у вас есть. Вы любите деньги, любите их тратить. Но в то же время вам сейчас очень плохо. Вы знаете, вы так как-то отгородились от всего и от всех. Вот, знаете, как будто хочется сказать, у вас очень израненная душа. Вот по жизни столько у вас, да. Мужчины вам очень много таких вот душевных травм нанесли. Вот это ваш был жизненный опыт с мужчинами. У вас было немало мужчин. Они давали вам деньги. Попадались и жадноватые мужчины такие, скупердяи, от которых снега зимой не выпросишь. И как-то вы, так знаете, закрылись, подустали от этих жадных и холодных мужчин. Ну, знаете, вот и самой плохо, ну и зачем быть, лишь бы с кем попало. Вот как-то то ли вы разочаровались с них, разуверились. Хотя на самом деле вам очень хочется любви. Вам безумно хочется любви. Вы очень активная женщина, красивая, сексуальная, деятельная. Вы знаете, как говорится, 10 дел одновременно вы можете делать. Вы хотите, знаете, такого мужчину встретить, за которым действительно вы будете как за каменной стеной. И этот мужчина у вас встретится. Мужчина так же, как и вы. Посмотрите, рядышком выпала королева Жезлов и король Жезлов. И карта облюбленных. У вас встретится мужчина такой же, знаете, вот по энергетике, возможно, по характеру, по темпераменту. Такой же, как и вы. Активный, сексуальный, инициативный, такой красивый, очень деятельный. То есть вы будете на одной волне с этим мужчиной. Мужчина, знаете, такой вот победитель. Он любит быть первым, побеждать любит. Так, давайте еще посмотрим. Какой же этот мужчина? Так, знаете, он тоже, в общем-то, не бедный товарищ. Мужчина довольно такой властный. Он любит держать все, контролировать, держать все под своим контролем. Довольно обеспеченный. Возможно, даже с квартирой, с машиной. Такой денежный товарищ. Но в то же время он любит, чтобы все было, как он хочет. Довольно властный такой, знаете, вот. Так, да, он деньги зарабатывать умеет. И с этим мужчиной действительно, вот знаете, вы почувствуете себя маленькой такой девочкой, укращенной. Вот он у вас укротит своей любовью, заботой, нежностью и лаской. Вы привыкли, знаете, по жизни быть сильной женщиной. Вы были со своими мужчинами в основном. Вы были сильнее. Либо же вы больше зарабатывали. Либо же вы больше тянули в отношениях, по хозяйству, в быту, где угодно. То есть, вы были за мужчину в прежних отношениях. А сейчас вам попадется мужчина, который подарит вам ту романтику, ту нежность, тепло, вот, которое так необходимо всем нам, женщинам. С этим человеком вы действительно вот расцветете. Уже вам не нужно будет решать проблемы. Не нужно думать, что как решить, где достать деньги, либо же какие-то финансовые моменты решить. Этот человек, знаете, тоже он был по жизни разочарован. Возможно, от него ушла женщина, либо же бросила его женщина. Ему тоже было плохо. Он был одинокий, этот мужчина. У него, да, по башне, у него были разрушения в любви. Но с вами это начнется совершенно новый этап жизни и у него. У него, знаете, похоже, у него даже был период безденежья. Были такие моменты, когда, возможно, у кого-то это бизнес только начинался, либо же просто по жизни денег практически не было. Да, его много обманывали. Да, у вас, знаете, у вас с этим мужчиной похожие судьбы. Очень похожие судьбы. Ему ранили, ему делали больно. Он часто стоял перед выбором спасать прежние отношения, или семью, или же уходить. А поскольку, знаете, он довольно такой вот порядочный человек, то он, знаете, вот в прежних отношениях он старался спасти свои отношения. Проще простого ведь, да, ломать не строить. Проще простого взять и разрубить, да, разрушить семью или отношения. А этот человек, он всегда, знаете, вот пытался все сохранить. Он за соломинку хватался, за волосок просто хватался, чтобы сохранять эти отношения. Также этот человек очень умный, знаете, к нему тянутся люди. В этом вы тоже, кстати, похожи. К вам тянутся люди и к нему. Вы оба можете окружающих чему-то учить. Вы многое знаете, многое умеете. Он точно так же. Он очень такой светлый, энергетический. Он очень порядочный такой, верный, знаете, надежный человек очень. Да, у него был период затишья, потому что ему было очень плохо. Он просто был вот прежней своей ситуацией, с прежними женщинами, отношениями. Он просто был убит на повал. А с вами у вас действительно будет снова семья. Возможно, у кого-то ребенок будет. И у него, и у вас наладится жизнь, и вы пойдете вместе одной жизненной дорогой. Уже действительно, как знаете, как два надежных партнера, как два друга. Потому что в любых отношениях, в любой семье мужчина и женщина должны быть вот как друзья, да? И в горести, и в радости, и помогать друг другу. Настолько вот близки именно душевно. То с этим человеком вы действительно, вы будете довольно близки вот душевно. Вот такой был расклад, девочки. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok